Дорогие друзья, мы рады, что для разбора 10 урока вы включили именно наше видео, которое находится на канале Александра Болотника. Александр, снова здравствуйте! Да, я рад, Маша, с тобой очередной урок наш разбирать. Я так понимаю, что мы будем говорить о Иисусе в храме, да? Да, да, это точно. Но вначале, как делает каждый ведущий, мы поблагодарим наших прекрасных подписчиков, которые оставляют свои комментарии, которые поддерживают нас. И сегодня мы хотим особо отметить комментарии от Ольги и Евгении. Я с вами с момента пандемии. Будь она неладна, но благодаря или вопреки этому случаю вы, Александр, и ваши помощники, думаю, не только мне, но и многим, дали возможность узнать Бога, приблизиться к Нему и задуматься о будущем с Богом. Благодарю. Спасибо, Бог. Спасибо огромное за вашу передачу. Слушаю с удовольствием. Настолько всё понятно. Бог дал вам талант учителя. Благословений вам и вашей команде. Спасибо вам, дорогие Ольга и Евгения, за слова, которые вдохновляют и меня, и нашу команду. Особенно приятно слышать, что вы являетесь нашими уже такими постоянными слушателями за многие годы. Да, также особой благодарности от меня тоже, как от ведущего, потому что вы не представляете, насколько сильно вы поддерживаете нас и мотивируете на дальнейшее служение. Ну что ж, а мы непосредственно подходим к уроку. И сегодняшняя наша тема — это «На пути ко Христу». Я предлагаю нам в самом начале прочитать Марка 12 главу с 41 по 44 стих. Итак, сев напротив храмовой сокровищницы, он смотрел, как народ опускает в неё монеты. Многие богатые люди клали помногу. И одна бедная вдова, подойдя, положила лишь две лепты, что равняется одному кадранту. Тогда Иисус подозвал учеников своих, сказав им, «Поверьте мне, эта бедная вдова положила больше всех, кто клал деньги в сокровищницу, ибо все они от избытка своего положили, а она при всей своей бедности положила всё, что у неё на жизнь». И отсюда мне бы очень хотелось разобрать эту историю, потому что, да, конечно, эта женщина положила последнее. Да, Иисус, говоря о том, что эти люди от избытка положили, а она как бы не от избытка, скажем так, Он видел их сердца, Он видел глубже. Но как понимать эту историю неповерхностно? Потому что создаётся ощущение, что здесь можно споткнуться и начать пререкать богатых людей, что они должны отдавать полностью всё, что у них есть, или не отдают полностью. Вот помогите разобраться в этой истории, потому что у нас очень часто такие истории берут и начинают такое, как «нагоняй на богатых», а у нас иногда это очень даже любят делать. Ну да, есть даже вообще такое направление сегодня в богословии, называется «социальное Евангелие», даже лучше перевести это как «социалистическое Евангелие». И в некоторых церквах именно вот эти моменты подчёркиваются. Иногда слушаешь такой какой-то замес между христианством и марксизмом. Да, и это проблема, я считаю, в нашей церкви. Да, да, это есть такая проблема. Особенно меня удивило, допустим, когда люди начали когда-то со мной дискутировать на тему брать деньги с процентами, без процентов, да, то есть человек идёт, получает, допустим, ипотеку на квартиру, вот, или другой берёт кредит, и он ещё хочет, чтобы ему этот банк дал без процентов. Ну да. Ну да, не, ну тут вопрос заключается, а зачем тогда вообще банку что-то кому-то давать? Иначе бы вообще не было кому давать тебе. Да, в этом, как говорится, и проблема. То есть либо ты, как говорится, принцип, который накопил и купил, да, и не иди спрашивать долг, если хочешь приобрести, потому что не понимают что? Не понимают того, что в Торе, когда говорится об отдалживании, говорится об отдалживании по бедности. И, то есть, вот, в принципе, вот есть такая интересная фраза в Торе, она очень такая второзаконие, значит, пятнадцатая глава. Там, вот, целая-целая, как говорится, закон такой интересный. Вот, если написано, давай почитаем, пятнадцатый главу с седьмого по одиннадцатый текст. А если случится такое, что в одном из ваших городов, в той земле, которую Господь Бог ваш дарует вам, обеднеет один из братьев ваших, тогда не оставайся безучастным, и скупым не будь, к бедному брату своему. Нет, ты щедрость свою прояви и охотно дай ему взаймы столько, сколько нужно ему. Еще раз до какого стиха? Вот, до одиннадцатого. Пусть же не овладеет тобой недобрая мысль, мол, близок седьмой год, год прощения долгов, чтобы не стал ты из-за этого недружелюбно смотреть на бедного брата своего и не дал ему ничего. Ибо он скажет о тебе Господу, и грех будет на тебе. Охотно давай ему, без досады на себя за свою щедрость, ведь именно за эту щедрость Господь Бог твой и будет благословлять тебя во всех делах и трудах твоих. Бедные люди в стране не переведутся, и вот тебе на сей счет мой наказ. Всегда будь щедрым, не зажимай деньги и в кулаке, открывай его для брата своего, израильтянина, и для всякого, кто в стране твоей живет в бедности и нужде. Обратим внимание, в кулаковском переводе оно так разложено красиво. Всякий, кто живет в бедности и в нужде. Тот, кто квартиру в ипотеку берет, не живет в бедности и в нужде. Он должен перед банком доказать, что он не в бедности и не в нужде и способен выплачивать выплаты регулярно, что у него работа и доход. Хорошо, если мы возьмем нашу вдову, помогите правильно разобрать эту историю. Да. Направьте нас на правильные мысли, а не на удобные нам мысли, скажем так. Да, тут очень интересно. То есть Иисус в Евангелии от Марка находится где? Возле храма. Да, он находится там, где расположена храмовая сокровищница. Вообще это что-то новенькое. Такого в Торе не написано. В Торе, когда человек приносит в храм что-то, он приносил либо от приплода скота, либо от земли. То есть бы не деньги. Да. То есть изначально приносились конкретно натуральные продукты. Левиту давались натуральные продукты. Дальше, если там написано «Дорога далека» в 14 главе второзакония, то тогда, переменяя это на серебро, то есть обменяя это на деньги. То есть в храме деньги изначально по установлениям Торы не брались. А здесь ситуация уже поменялась. Римская экономика, более современное время. То есть приносится в храм уже деньги. Почему мы это знаем? Ну потому что приносит эта несчастная вдова две медные монетки. Вопрос в чем? Первое, что мы видим. Когда мы говорим о том, как построен был принцип храмовой десятины, левицкой десятины, предполагается, что люди приносят от того, что их земля в собственности их принесла. Если у них есть стадо овец, то они приносят первородных, там приплод овец. Если у них есть поле ячменное, то они принесут, естественно, мешки с ячменем и так далее. Что тут происходит, когда мы говорим о вдове? Вдова – это человек, прежде всего, у которого вообще, согласно ближневосточным традициям, она не имеет вообще права иметь собственность. У нее вообще никакой собственности нет. То есть, естественно, раз у нее никакой собственности нет, нету ни скота, нету ничего, то, по идее, по тем законам, она вообще не должна приносить ничего, потому что дохода у нее нет. То есть, откуда у нее взялись эти монетки, если у нее нет дохода? Ну, она же на что-то живет. Ну, понятно, что что-то, по-видимому, она живет. Кто-то ей это уже дал. То есть, а ей уже дал кто-то, кто, как говорится, во-первых, из этого дохода отсчитал десятину, и из своей, как говорится, десятины, там есть треть десятины, на вдову и на сироту. То есть, с этого дохода уже десятина отсчитана. Поэтому, по идее, эта женщина вообще не должна была и приносить никакого, тем более денежного вклада в храм. Она это сделала. Поэтому он говорит, все от избытка, то есть, ну, от того, что Бог благословил. А она... Вот, хорошая деталь. От того, что Бог благословил, а не, как мы понимаем, от избытка они дают. Это больше звучит, как будто они дают от избытка, но как бы недостаточно, а-ля могли бы больше вот так. Не-не. В нашем человеческом языке. Принцип же вот, если мы посмотрим, что говорит Яков, вот с чего возвращается десятина. Бытие, 28 глава, 22 текст. А на этом месте, где камень сей, я памятником поставил, будет дом Божий. Из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я обязательно буду отдавать тебе десятую часть. Вот, то есть, из чего Яков сказал, что он будет... Из того, что Бог даст. Из того, что Бог даровал ему. То есть, вот, поэтому в этом случае, как говорится, Иисус говорит, они клали от избытка своего. То есть, люди понимали, что откуда, что это за избыток. Вот у нас... Можно, правильно ли я понимаю тогда, что с учетом этой истории, что она уже, вот той части, что отдана десятина, все равно дает свою какую-то часть. Здесь, скорее, смысл о том, что мы должны Богу давать не только указанное, скажем, вот, десятина, и мы только строго ее соблюдаем. Ну, кто-то еще вторую десятину, и ни больше, ни меньше, скажем так, вот так скурпулезно вот эти вот десятки отдает. А здесь говорится о том, что нам нужно не жалеть, давать Богу сверху. Правильно? Вот я хочу вернуться к понятию избыток. Он же не просто здесь взят. Это же взято из Малахии третья глава и десятый текст. Ну, давай прочитаем с восьмого текста третьей главы до... ну, до десятого, давай. Может ли человек красть у Бога? А вы обкрадываете меня? Спросите, что мы крадем? Десятины и приношения. Проклятие лежит на вас, но вы, весь народ, продолжаете обкрадывать меня. Десятину сполна принесите в хранилище храмовое, возвратите ее, чтобы в доме моем была пища. Итак, испытайте меня, говорит Господь воинств. Разве не открою для вас окон небесных, не изолью благословения в избытке? О, ты видишь это слово в избытке, откуда оно берется? То есть, здесь Иисус не критикует богатых, которые, потому что они богаты, у них полно есть. А он говорит, вот, есть люди, которые приносят, потому что, вот, они соблюдают, да, вот, они услышали слова Малахии, да, и они, вот, понимают, что нужно вернуть Богу Божьему, и они возвращают Богу Божьему, а Бог им дает, соответственно, благословение, они это понимают, и вот, как бы, вот, в этом плане у них есть это. Друзья, уточняю, с добром Иисус говорит, а не с осуждением. Нам очень важно всем, и многим, ладно, не всем, многим, вот эту мысль понять. Да, то есть, здесь вот это слово от избытка, не потому что они где-то там нахапались, или чего. Или недостаточно дают. Да, да, да. А потому что, ну, там, конечно, среди садукеев были куча коррупционеров. Но это уже такое детальное, как бы, если прям внутрь. Да, да, но, в общем, когда человек приносит, я возвращаю десятину от избытка, как написано в книге Малахии. То есть, Бог мне, допустим, вот, то, что дает здоровье, да, потому что там описано дальше, как, я запрещу пожирающим истреблять воды. Выявителям уничтожать урожай. Да, то есть, у вас будет рожай. То есть, Бог дает здоровье, Бог дает работу. То есть, вот это мы понимаем, что до избытка. То есть, а если человек может, имеет специальность, может пойти на работу, имеет рабочее место, получает зарплату, то это избыток. А это несчастная женщина, так даже системы пенсии не существовало. То есть, она намного беднее сегодняшнего, даже самого, даже там, украинского или даже молдавского пенсионера. Потому что, там, какая бы ни бедная, там была, допустим, Молдова, то они хоть какие-то леи платят пенсии государственные старикам. От этой системы не существовало вообще. А эта женщина взяла и принесла. Спасибо, Александр. Это очень-очень-очень важное, я считаю, разъяснение этой истории. Тогда вот у меня с этой историей возникает ещё один вопрос по десятине, но я бы не хотела его растягивать на весь урок и хотела бы вас попросить, хотел бы, чтобы вы ответили на него коротко. Вот десятина, да? Есть разные мнения насчёт того, как отдавать десятину. В плане, кто-то говорит, что нужно просто отдавать в церковь и всё. И как бы доверять тому же Богу. А, например, вторую десятину ты уже можешь распределять на какие-то проекты или там кому-то пожертвовать и нуждающимся и так далее. Но кто-то считает, что, например, им не до конца нравится, может быть, система, которая у них в церкви, хотя как бы, насколько я знала, везде в мире система одинакова, но, приехав сюда, поняла, что, оказывается, нет. И они считают, что они почему бы нет десятину не просто отдавать слепо в церковь, а тоже направлять её, чтобы видеть, куда я её направил, чтобы она действительно в церкви действовала. И вот тут вопрос. Как правильно? Или же нет такого, как правильно? Есть как по сердцу? Ну, во-первых, здесь вопрос заключается в том, если я, то есть, давайте возьмём вопрос этики прежде всего. если я решил стать членом этой церкви, этой общины, то, естественно, я поддерживаю Божью работу прежде всего десятинами, а потом пожертвованиями. Допустим, на сегодняшний день система нашей конференции устроена очень конкретно, привязана к тому, значит, какую десятину возвращает церковь, конкретная местная община, потому что конференция, как бы, эти, оставляет около 70% десятин, значит, непосредственно на нашей территории, и с этих десятин финансируется работа церкви, финансируются школы, финансируется миссионерская работа, потому что бывают церкви большие, да, у которых, допустим, есть избыток десятины, ну, в каком-то смысле, да, но есть церкви, которые, ну, просто не в состоянии принести столько десятины, чтобы, допустим, оплатить служителей и так далее, если этим церквам не помогать, они вообще умрут, они никогда не вырастут, то есть, есть масса таких вот факторов, потому что, ну, то есть, если я член, допустим, церкви, да, то я понимаю, вот у нас конференция, да, это, что такое конференция, конференция, это сестринское объединение местных церквей, которые владеют общей собственностью, то есть, любая конференция, имеет какой-то лагерь, что-то еще, что-то еще, то есть, то есть, как бы, я принимаю участие в общей работе, то есть, как бы, мы работаем как семья, да, 30 процентов десятин, по крайней мере, в североамериканском дивизионе оказывается на Всемирной церкви, сегодня из этих всемирных, то есть, то, что Всемирная церковь получает, вот, из этих 30 процентов в тех дивизионах, которые называются донорами, то есть, не все дивизионы, часто мне рассказывают, был в Лондоне недавно, и спорил с группой наших братьев и сестер с Украины, которые мне рассказывали о том, что десятину украинцев с Украины идет в Америку, это полнейший, как говорится, бред, сегодня Украинский унион, я постоянно говорю с местными руководителями, в связи с этой ужасной ситуацией военной, он не может даже оплачивать местных пасторов, и Генеральная конференция датирует, за счет чего, потому что есть дивизионы, которых есть избыток десятины, они, каждая конференция отдавая 30 процентов во всемирные нужды, то есть, поэтому складывается фонд, такой пул денежный, который помогает тем, которые не в состоянии, поэтому вот это, как говорится, принцип десятин у нас работает еще с тех пор, как, например, даже люди приносили все еще при апостолах. Ну вот, вы взяли с точки зрения, если мы принадлежим к этой конфессии, а если брать с точки зрения, как нам повелевает Бог, не относясь просто к конфессии, вот именно как повелевает Бог, отдавать, просто отдавать, или же можно самому распределить, например, на детский отдел, вот столько с этой десятин, на тот отдел столько, и нуждающимся столько с общей суммой этой десятин. Ну, для этого есть то, что сегодня иногда называют второй десятиной, что, в принципе, библейски правильно называть, а есть просто, говорят, пожертвования, то есть, и есть распределение, так оно существует, но я, вот возьмем, допустим, семья, да, принимает решение семья, в семье все люди работающие, они принимают решение, то есть, у каждого доход, они все принимают решение жить в общем доме, так, то есть, когда они принимают такое решение, они берут, допустим, ипотеку, ее надо платить, то есть, естественно, все соглашаются, члены семьи, что кто-то что-то со своей зарплаты приносит именно конкретно на вот такие, будем так говорить, первоначальные нужды, да, то есть, допустим, ну, извините, если какой-нибудь, допустим, там, ну, предположим, снимают дом там три, три брата, да, у каждого там своя, какой-то момент, там, все, и вот нужно столько каждый месяц заплатить, да, а один брат принимает решение, слушай, вот тут эта люстра, такая отвратительная в прихожей, я вот сейчас пойду и куплю новую люстру, идет он, покупает, приносит, ставит, говорит, вот, смотрите, как красиво, а потом оказывается, что у них не хватает в этом месяце заплатить за ипотеку, так куда эта люстра пойдет, если так будет постоянно, то они не смогут платить по ипотеке, и дом у них отберут, то есть тут есть какие-то приоритетные направления, и когда, почему я говорю за членство церкви, то есть если мы часть церкви, да, и мы часть вот этой общины, мы члены, то есть мы понимаем, единственное, то есть задача и конференция, и, значит, наших казначеев и пасторов объяснять, где у нас приоритеты, что у нас это. Хорошо, а если человек, например, решает, что я бы все-таки хотел, вот я вижу, что, например, в нашей церкви конкретно, да, вот есть вот тут, и вот тут проблема, и я бы хотел не в общую, скажем так, казну отдать, а отдать это вот в этих проектах. Можем ли сказать, что это неправильно, и это там на уровне греха, и что ты поступаешь неправильно? Ну, периодически даже и Эллен Уайт вдавала свои десятины на евангельский проект. То есть бы, возможно, нежелательно для общей системы это понимание. Но от этого пострадает, если это возьмется в привычку, но от этого пострадает. К сожалению, есть люди, которые ведут себя ну, очень агрессивно по этому поводу, и начинают всем рассказывать. Ну, если человек считает, что вообще десятину не нужно возвращать, а нужно взять и давать, как говорится, ну, то, что я хочу, ну, тогда ему не надо быть. Ты тоже возвращаешь это в церковь? Ну, в зависимости... Хорошо, у меня вытекает тогда такой вопрос. Вот на него бы я тоже, мне кажется, мы уже затянули эту тему, но я бы хотела тоже короткий ответ. Хорошо, раз вы говорите, что если люди отдают, это, скорее всего, когда ты хочешь распределять, то ты хочешь как бы немного не то, чтобы контролировать, а быть убежденным, что оно действительно идет на правильное дело. Отсюда мне возникает вопрос, а правильно это или неправильно, или на усмотрение каждого просить отчет за те десятины, которые ты отдал? Или ты должен их просто отдать вслепую и просто доверяться Богу? Грамотно ли это просить отчет? То, что за твои личные десятины, куда конкретно, допустим, если кто-то говорит, я тысячу долларов, куда конкретно эта тысяча долларов пошла. Ну, или общий отчет, не одного человека. Да, но общие отчеты, по крайней мере, вот и здесь, в Миннесоте, и в Орегоне, общие отчеты регулярно казначей конференции представляют. То есть это нормально, потому что есть некоторые мнения, это абсолютно нормально. Есть некоторые мнения о том, что если ты отдаешь десятину, если ты просишь какой-то отчет, куда они идут, то тем самым как бы ты держишься еще за эти деньги и не отдаешь Богу. Надо просто отдать Богу и там как бы на совести тех, кто получает, и как бы ты отдаешь. Нет, 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 такое недопустимо. То есть вот как раз именно из-за того, что многие люди приехали с территории полей, где вообще никто ни за что перед людьми не отчитывался, вот поэтому у людей часто возникают искушения, а что с моей десятиной происходит? Я хочу ее сам распределить, да? Да, и десятина от украинцев идет в Америку, из Полтавской области. Я помню, что нам тоже рассказывали о том, что берут десятину и она идет как бы как по пирамиде, но в самый верх и с самого верха она распределяется до низа. Ну, это в определенных ситуациях, поэтому каждая конференция, по крайней мере, здесь, в североамериканском дивизионе, каждая конференция, вот, например, я захожу на сайт конференции, допустим, Орегонская там вообще, у них было на сайт конференции, там ежеквартально выкладывается видео с финансовым отчетом, то есть, допустим, когда, ну, каждый, будем так сказать, ну, то есть, если ты член церкви, да, ты даешь свои данные, ну, допустим, свой электронный адрес, это все заходит в базу данных конференции, и тебе приходит от конференции такое новости, и я вот до сих пор, хотя уже давно не в Орегонской конференции, мне приходят оттуда, с Миннесоты, сейчас они стали это делать, то есть, это сейчас, в общем-то, начинают многие понимать, и, как бы, ну, допустим, даже в Миннесоте менее технически, они здесь подкованы, еще с ними надо поработать, но на каждой пастерской встрече нам выдается отчет, и, конечно же, мы делимся этим отчетом на членском собрании, это можно рассказать, то есть, это абсолютно нормально, это не, будем так говорить, как это в разных конференциях передается, это уже такой более частный вопрос, но это незакрытые данные. Отлично. Александр, спасибо вам за этот ответ, я считаю, что мы многие детали, ну, лично для меня, многие детали закрыли, потому что я слышала много дискуссий, слышала многие дискуссии неоднозначные, и ты начинаешь среди них и сам теряться, и не понимать, а как правильно, или как неправильно. Ну, а я предлагаю нам перейти непосредственно к Марка, в 13 главе, и прочитать с 4 по 23 стих, где Иисус нам рассказывает о последнем времени. Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться? И я напоминаю, что до этого Иисус говорит своим ученикам о разрушении храма, на что они задают ему вопрос. Отвечая им, Иисус начал говорить, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем моим и будут говорить, что это я, и многих прельстят. Когда же услышите о воинах и военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Но вы смотрите за собой, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня, для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же проведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, на что дано будет вам на тот час. То и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый. Предаст же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете невидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую, где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. А кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, не обращайся назад, взять одежду свою, горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой, ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог даже отныне и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто вам скажет «Вот здесь Христос» или «Вот там», не верьте, ибо восстанут же Христы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам всем. Итак, мой вопрос следующий. В данном тексте есть такое обозначение «мерзость запустения». Что это значит? У нас это очень важный текст. Откуда он взят? Тут написано «мерзость запустения». Дальше сказано речённое кем? Я потеряла. Пророком Даниилом. Пророком Даниилом, да. Мерзость запустения, речённое. Ну, давай прочитаем, что говорит пророк Даниил. Это очень важно. Открываем Даниила девятую главу и давай прочитаем двадцать пятый и двадцать по двадцать седьмой текст. Знай это и пойми правильно. Со времени указа о восстановлении Иерусалима до явления помазанника вождя пройдёт семь седмиц и шестьдесят две седмицы город будет вновь построен. И площади и ров восстановлены будут, но это будут времена тяжкие. А по окончании шестидесяти двух седмиц помазанник, покинутый всеми, будет предан смерти. И народ градущего вождя разрушит город и святилище, конец его будет, как во времена потопа, и уготованные им беды не прекратятся до конца войны. Во время последней седмицы он утвердит завет для многих. И в середине той седмицы положит конец приношениям и жертвам. И вместо приношениям на крылья святилища будет мерзость запустения. И до тех пор, пока разорителя города не постигнет уготованная ему участь. О, то есть, кто такой здесь, ты прочитала перевод Кулакова, здесь написано помазанник. Кто этот помазанник? Господь? Да, это мессия. То есть, это уже перевели они правильно слово машех, но старый русский синодальный перевод более сразу так до Христа владыки, то все знают, что Иисус Христос это, на самом деле Христос это же помазанник, да, то есть, до мессии. То есть, здесь указывается, это очень важное пророчество, которое говорит и дает нам временные рамки, когда придет мессия. То есть, Даниилу, который находится в Вавилонском плену, говорится, вот, выйдет постановление о восстановлении Иерусалима, потом пройдет столько-то времени, это можно посчитать, будет сначала предан смерти мессия, а потом будет разрушение города. И дальше говорится, что вот половине седмины, то есть, половине последних семи лет прекратится жертвой приношения. То есть, фактически, здесь речь идет о том, что когда Иисус умирает на Голгофе, мы знаем, когда Иисус умер, что произошло в храме, помнишь? Разорвалась завеса, было землетрясение. И правильно же утверждают, что кто-то воскрес? Ну, там воскресли по воскресению Иисуса, а по смерти Иисуса, то есть, при воскресении Иисуса, там воскресли, но при смерти Иисуса в храме случилось землетрясение, в результате которого в храме разорвалась завеса. Соткратилось таинство. Ну, не таинство, а речь идет о том, что... Но туда же были недопустимы. А, ну да, 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 это правильно. Но речь идет о том, что Бог этим сам показал, что жертвоприношения закончились. То есть, ну, понятно, что там их продолжали приносить еще какое-то время, там 40 лет, но для Бога они уже больше не нужны, потому что Иисус на Голгофе был истинным агнцем. Вот. То есть, вот об этом идет речь. То есть, ну и потом написано, значит, что город и святилище будет разрушено, вот, и на крыле святилища в конце концов будет мерзость и запустение. Что это значит? Что это значит? Когда, то есть, как будет мерзость и запустение? Потому что это такое, знаешь, выражение Шикутс Мэшамэм, оно достаточно такое... А как оно в оригинале звучит, так же? Да, да, да. Шикутс это типа мерзость и запустение. Что это такое, я скажу. Значит, дело в том, что вот после того, как храм был разрушен, это место на протяжении многих столетий было мусорной свалкой. Я когда привожу группы, я постоянно езжу до этой страшной войны, которая сейчас в Израиле, то я ездил постоянно с группами и всё. И там даже есть музей один. Я не вожу туда туристов, но есть музей еврейского квартала. То есть, ну, значит, в принципе, до 67-го года вот вся эта зона, как говорится, территория, которая была возле стены, ну, там, стена платья, там, всё это, всё вокруг, оно было завалено. То есть, арабы просто туда приходили, они сваливали туда мусор, они сваливали туда трупы животных. Там ужас, когда зашли туда израильские армии, этот квартал расчищали, разгребали очень долго все это, сейчас там всё чисто, вылезано, но, когда показывают на фотографиях, это таки было мерзое запустение. То есть, это локация? Ну, то есть, это то, во что превратили это... Священное место? Вот эти все храмы, вокруг храмовой горы. Плюс ещё с восточной стороны храмовой горы находится большое мусульманское кладбище. Тоже мерзое запустение, то есть, там трупы. Да, то есть, но... А что значит, тут пишется, когда вы видите мерзое запустение, речённую пророком Даниилом, стоящую, где не должно, читающий доразумеет? Ага, то есть, читающий доразумеет. Тут нужно просто посмотреть, у нас вот эти вот вот эти вот все моменты, вот ты сразу сказала такой в начале чтения текстов, ты сразу сделала такое утверждение, с которым я бы не согласился, вот, ты сказал, это говорит о последнем времени. Этот текст не говорит... Ну, о том, что будет. Будет когда? Вот у меня тоже был такой вопрос. Это говорится именно как пророчество для последнего времени, или это исключительно для апостолов? Вот, давай почитаем. То есть, давай прочтем начало 13 главы, прочти с первого по четвертый текст. И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его, учитель, посмотри, какие камни и какие здания. Иисус сказал ему в ответ, видишь, все и великие здания. Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне. И когда он сидел на горе Илеонская против храма, спрашивали его наедине Петр и Яков, Иоанн и Андрей. Скажи нам, когда это будет и какой признак, когда все сие должно совершиться? Очень важный момент. Значит, чем отличается, я сейчас не буду сравнивать то, что записано в Евангелии от Матфея, но Марк разбирает только один вопрос. Вот тут очень важно видеть. Иисусу показывает и говорят, вот посмотри на это великие здания. А Иисус что говорит про эти великие здания? Все будет разрушено. Дальше обрати внимание на четвертый текст. Его спрашивают апостолы, когда это будет? Это что будет? Разрушение храма. Правильно! То есть они задают ой, когда это будет? То есть вот вопрос. То есть все, что дальше читалось, ты читала до 23 текста, это рассказ о том, как будут, как это разрушение храма, как оно будет. То есть вот, например, когда... Хорошо, у нас тогда в 19 стихе есть, ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения. О какой скорби говорится? Если уже мы говорим о том, что говорит Иисус, простите за тавтологию, а что это не в будущем, то есть относится нас, а апостолов. То про какую скорбь говорит? Про скорбь для еврейского народа, которое случилось, когда храм был разрушен при Первой Иудейской войне. То есть эти слова мы не можем применять к будущим событиям. Хорошо, дальше у нас идёт, но в те дни после скорби то есть солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звёзды спадут с небес, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят сына человеческого градушина на облаках силы многою и славы. Правильно. Разве такое было? Разве это не говорит о втором пришествии? того ещё не было. Вот тут нужно правильно разделять. Мы тут где вопрос заключается, 24-й текст. То есть здесь вот эта вот самая середина, где читаем мы уже видим пророчество для нас. Начиная с 24-го текста. Но в те дни после скорби то солнце померкнет, и луна не даст солнце. После той скорби, но не написано когда после. То есть не написано через два дня после скорби, через два года после скорби. то есть всё, что нам даёт Марк в этом особенности Евангелия от Марка, ну это и еврейский стиль. Часто мы, когда читаем, я это заметил, особенно вот когда по-русски это читается, после. А, сразу же после. Допустим, но это же не сразу после. То есть там промежуточек о-го-го, потому что уже после этой скорби прошло почти две тысячи лет и ещё мы надеемся, что это будет вскоре уже луна, солнце померкнет и увидим сына человеческого, но, как говорится, не нам решать, когда это будет. Получается, мы берём вот этот текст, когда вы видите войны, землетрясения, мы его берём на сейчас, его же отсюда берут. К сожалению, И мы его берём на сейчас, а на самом деле, получается, это было сказано исключительно во времена апостольского... Да, это было, да, это я знаю очень распространённую ошибку. Война на Украине нашла, читают этот текст. В Библии же написано, что будет война, чего вы пытаетесь. Вторая мировая война пришла, этот текст абсолютно неправильно читается, что вот написано «Увидите мерзость запустения, речённую пророком Даниилом». Это у нас написано такое выражение в Матфея и Марка. И вот написано дальше, давай прочитаем ещё раз 14-й текст. Марка, да? «Когда же увидите мерзость запустения, речённую пророком Даниилом, стоящую, где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». А вот сейчас давай откроем... Почему мы должны бежать в горы? А вот сейчас давай откроем Евангелие от Луки и увидим, как у Евангелия от Луки написано. Вот 21-ю главу давай почитаем. «Признаки кончины века». Ну это... Вот опять же, тут ещё и такие заголовочки, а тут всё намного, намного сложнее. Давай прочтём 20-й, 21-й текст. «Когда же увидите, что Иерусалим окружён войсками, то знайте, что время его разрушения близко. Тогда те, кто в Иудее, пусть бегут в горы, кто в Иерусалиме, пусть покинет его, и кто в полях за городом, пусть не входит в него». И так далее. То есть вот те же самые слова, та же самая идея, потому что если вы прочитаете внимательно, если вот прочитать внимательно Луки 22-ю главу и Марка 13-ю, Матфея 24-ю главу, мы увидим то же самое. То же самое мы видим вот у Луки и сокровищница, и бедная вдова. Потом опять показав этому храм, он говорит, всё будет разрушено, опять его спрашивают, когда это должно произойти. То есть точно, точь-в-точь передаёт. То есть у Марка и Луки точь-в-точь. Отличается только тем, у Марка написано «Увидите мерзое запустение, предречённую пророком Данилу, и на этом куча христиан делают неизвестно какие апокалиптические предсказания». Вот. А у Луки написано, когда увидите Иерусалим, окружённый войсками. Ну так бегите в горы. То есть христиане смогли выйти из Иерусалима, и поэтому спаслись. А когда римляне ворвались в город, то все саддукеи практически погибли. То есть священник от саддукеев, поэтому саддукеев сейчас, ну, их нету, потому что они все погибли, они были в Иерусалиме, там потом, то есть там была страшная вещь. Ну, мне на самом деле в конце хочется в очередной раз сказать, друзья, читайте Библию, правильно говорят, все ответы есть в Библии. Но проблема в том, что иногда мы в Библии находим тот ответ, который, скажем так, интерпретируем этот ответ так, как он нам удобен. Так мы видим и в истории, которую мы разбирали, и про вдову, что как бы звучит по одному, раскрываем по одному, но на самом деле все намного глубже, и все намного, намного по-другому, если правильно так сказать. А вся проблема заключается в том, что наша самая, я все время это, все время постоянно говорю людям, которые хотят изучать Библию, читать Библию, читайте то, что написано. Не читайте, не превращайте библейский текст в набор стихов. То есть взяли один стих, взяли другой стих, сложили так, как нам хочется, и получили. Это все равно, что как сегодня делают некоторые масс-медиа, которые взяли одно предложение, взяли другое предложение, человек говорил совершенно о другом. А это словом Божьим такое люди делают. Такое не годится. Очень мудрые те люди, которые просто даже прочитав Библию, без разъяснения, например, дополнительного, поняли это так, как мы сегодня с вами это разобрали. Александр, спасибо вам огромное за этот урок. Мне, если честно, он как-то по-особенному понравился. У меня были даже некоторые инсайды во время этого урока. Надеюсь, у наших зрителей тоже. И в конце я очень хочу вас попросить, чтобы вы помолились за усвоение и за правильное понятие этого урока нашими зрителями. Наш всемогущий Господь, мы благодарны Тебе за Твое учение, которое Ты нам передаешь через Евангелие. И особенно когда речь идет о времени последнем, в котором мы живем, помоги нам правильно находить те тексты, правильно применять и правильно понимать, что нам сегодня ожидать. просим Тебя и молим об этом во имя Иисуса. Аминь. Аминь.